Всем привет! С вами Светлана и сегодня мы будем учиться правильно наносить хайлайтер, скульптор и румяна. Казалось бы, все просто. Уже очень много на эту тему видеообзоров, инструкций, фотографий и так далее, но тем не менее многие делают большие ошибки. С чего мы начинаем? Если вы пользуетесь тональным кремом, значит вы наносите сначала тональный крем. Я им не пользуюсь. После того, как вы выровняли тон лица, мы приступаем к нанесению хайлайтера. У меня вот такой вот стик, он очень удобный. Куда же мы наносим хайлайтер? Это несколько зон под глазами, вот так треугольничком, лоб, треугольничек, подбородок и над губой. Поехали! Очень удобно, когда хайлайтер в стике, его не нужно потом растушевывать, как бы он и так прекрасно наносится. Если у вас сухой, значит вы регулируете нанесение кисточкой. И еще под бровку. И чуть-чуть сверху. Серединку носа. Здесь нужно немножко растушевать. Лоб. И подбородок. Над верхней губой. Делать нужно это все так, чтобы не было очень заметно. То есть блеск должен присутствовать легкий. Камера, конечно, не так передает, как все есть на самом деле. Так, дальше мы приступаем к нанесению скульптора. У меня вот такая палеточка от Faberlic. Хайлайтер здесь уже кончился. Остался скульптор и румяна. Я пользуюсь вот такой кистью от Faberlic. Мне удобно наносить ей. Если нужно какие-то там маленькие места, то у меня другая кисть. Значит, мы подчеркиваем скулу. И от серединки вот так уходим вниз. То есть выступающую часть, вот эту скулы, на нее мы тоже наносим. Если вам неудобно делать такой большой кистью, то можно вот такой вот для консилера использовать. Это тоже кисть Faberlic. Вот здесь ей прорисовывать удобнее. То есть у нас получается вот тут полоса. И от нее вот таким вот движением, ну, грубо говоря, это как цифра 3. И можно увидеть на просторах интернета, называют ее цифра 3. Вот так все это дело прорисовываем. И то же самое со второй щекой. Под скулой. И вниз. Куда же мы еще наносим наш скульптор? Это область надбровных дулов вот здесь вверху, прям вот от виска и немножко вверх, не сильно. Мне опять же удобнее здесь это делать такой кистью. Сейчас посмотрите разницу. Вот видите? Также со второй стороны. От виска и немного вверх. Растушевываем то, что нам необходимо растушевывать. И остались у нас крылья носа. Это удобнее всего делать такой кистью. Я не делаю прямо от брови. Я делаю именно на носу. С двух сторон. И растушевываем. И растушевываем. Вот так мы выделяем наш носик. Завершающий этап. Это пудра. Я использую пудру вот в такой палеточке Фаберлик тоже, потому что крайне редко ей пользуюсь. И вот такой кисть. Проходим все по всему лицу. И закрепляем наш макияж. Если вы пользуетесь румянами, значит берем румяна. Румяна тоже у меня в этой палетке. Красивый персиковый оттенок. Как мы наносим румяна? Яблочко щека. Круговыми движениями. Вот таким образом. Слегка. И вторая щека. Можно еще сверху припутрить. Вот и все. Буквально несколько минут и вы скульптурировали свое лицо. И теперь ваши видео, селфи и фото будут выглядеть еще более ярче, насыщеннее и красивее. И вы на них соответственно. Ну а если вам это видео было полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok